Ой, друзья мои, спустя 36 грёбаных часов в автобусе, я наконец-то оказываюсь в своём родном, любимом городе. И я лечу, лечу к шестёрочке. Как же я за ней соскучился. Ну, конечно, темнеет, как видите, рано, поэтому немножко ночная съёмка. И прежде чем мы начнём, хотел бы вам посоветовать один очень интересный автомобильный канал. Автора этого канала зовут Тигран. Он занимается ремонтом и тюнингом автомобилей. И вообще у него очень необычный подход ко многим вещам. Он строит красивый, быстрый, главное, качественный городской корч из Жигулей. Так как делаем-то мы, только у нас он будет совсем некрасивый. Показывает всё в мельчайших подробностях. Весь процесс сборки и настройки двигателя. Разбирает очень детально каждый узел автомобиля и объясняет, как получить от него максимальную отдачу. Также у него выходят обзоры разных нестандартных автомобилей и корчей, которые ребята делают своими руками. Кроме того, он путешествует по разным странам и всё выкладывает также на свой канал. В общем, вы найдёте там массу полезной и нужной информации. Подписывайтесь на канал Тиграна, ссылка будет в описании. Вечер начинается с преодоления подъёма. Мой любимый подъём, который ведёт прямо к нам в гараж. Как видите, там уже Рено Логан стоит. Ещё один чувак хочет выехать тоже вниз. Он ждёт, пока Рено Логан справится с этим подъёмом. Но он не понимает совершенно, что ему бессмысленно там стоять. Скатывайся тупо вниз, да и всё. Нет, пытается, пытается. Ой, блин, сколько уже тут таких было. Ладненько, ждём, пока проедут. Да будем всё-таки преодолевать этот Эверест. И мы оказываемся в гараже. Собственно, продолжаем работать над шестёркой. Давно уже не было у нас серий. Шестёрка стояла, как видите, как видите, она стояла очень долго. Мы возвращаемся в гараж. Как видите, он пустой, задымленный и пустой. Вернулись мы, потому что шаху надо всё-таки доделать. На улице дубарь, холодрыган. Ну, посмотрите, даже, ну, короче, вот, всё замёрзло. Представляете, да, как холодно? Сколько работать нужно. И шестёрка должна всё-таки поехать, а не просто стоять и гнить. Мы решили продолжить немножко съём гаража. И продолжаем. Сегодня мы в салоне должны установить, они когда-то рыжие были, они до сих пор рыжие, вот эти вот усилители, вот этот вот, да, вот этот вот короб, он здесь стоит, как там. И вот эту вот штуку для сидушек. Вот так вот конструктор лего этот собирается. И должны у нас устанавливаться сидушки. Так-то машина, собственно, поварена. Нам остался только лонжерон. Как видите, здесь усилители. Вернее, не усилители, а втулки поставить. Для того, чтобы было дебело усиление стабилизатора. И закончить салон. Так-то, в принципе, всё готово. Поднищу там ещё чуть-чуть подварить и готово. И будем уже собирать всё до кучи. Вот так, пока Серёга варит, мне нужно, собственно, вот этот недостающий кусок, вот, которого вот здесь нет. Мы его отрубали, он выгнил нафиг. Вот, можете видеть остатки этого гнилья. Его нужно выгнуть. Я взял крыло от Мерседеса, оно у нас почти миллиметр толщиной, как раз нормально. И, собственно, по форме вот этого вот усилителя буду выгибать. Форма Мерседеса как раз тоже, видите, уже как бы согнута. Поэтому вот так вот оно будет. Мы его просто так вот отрежем. И, собственно, готово. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, усилитель у нас уже готов. Как видите, уже соединены две части. Сейчас будем уже варить вот так вот эту кобылку. Не знаем, конечно, на каком ресторане сейчас... Ой, ресторане, расстояние. Потому что нам нужно сейчас сидушечку найти и, собственно, мерить. Здесь у нас всё посложнее. Коль уж я уже, видите, из Мерседеса повырезал. Ну, вот такие продолжения штук-дрюк. Нам всё равно для того, чтобы понимать, как сидушка будет стоять, вот эти вот все расстояния, нам нужно внести сидушку. И мерить уже по самой сидушке. Ну и, собственно, что хотел ещё показать. Смотрите, ребята, идут года. Вот, что я говорил, почему я перед тем, как проводить сварочные работы, прокрашиваю металл. Потому что это, как видите, вот здесь есть. Видите, красота. А здесь нет красоты. Эта часть не прокрашивалась. Эта часть прокрашивалась. Видите разницу? Да, конечно, там, где были сварочные места, там как бы краска погорела. Но вот, смотрите, порог. Если бы я его не прокрасил изнутри, снаружи, ему бы была торба за года. А так, всё замечательно. Но прежде чем сидушка будет устанавливаться, ну, примиряться в автомобиль, сидушку надо саму поварить. У нас фишка нашего гаража. Это мы на всех своих машинах, которые у нас здесь приезжают, варим сидушки. Только некоторые горят ещё. Ну, ухарим! Итак, господа, что мы должны вам сказать? Ну, пожарчик, да, здесь немного. Что салон полностью... Ого, ты сплошняк хернул. Салон полностью у нас готов. Ну, в данной стадии. Да. Под сидушки у нас всё есть. Конечно, у нас ещё шпильки будут перевариваться под коробку. У нас ещё, возможно, будет переноситься ручник в салон. Поэтому, ну, не ручка ручника, а именно вся система ручника будет переноситься в салон. И, собственно, не приварены гайки под ремни безопасности. Но всё остальное у нас готово. Следующим этапом это покраска салона. Ну что ж, можно уже немного представить, как будет выглядеть покрашенный салончик. Сейчас вот так вот оно всё в грунтовке. Ну, как видите, получается, начинает получаться нечто похожее на автомобиль. Короче, ребята, грунтовка даже приблизительно не покажет вам и не показала и нам, как мог выглядеть салон. Посмотрите, какая стала красота. Какая шикарная красота. Это белый салон. Это то, о чём я мечтал в этой машине. Белый салон. Пофиг, это как кожаный салон белый, кажется, да? Вот, ну, конечно, вот для меня он как кожаный белый салон. Как тут светлее стало. Вот как тут, ну, даже вот там, вот, в районе педалей, можно уже что-то возиться, колупаться, прокладывать провода, и это будет уже ярче, светлее. Не надо будет, даже фонарик не надо включать, всё видно. Это, конечно, обалдеть. Даже глянец есть. Так потолок с ними. Да потолок-то такое. Кусок говна. Но главное, пол. Ну, как минимум на потолке слова, если у двух нет. Ну, в общем, ребят. Мы продолжаем работать. Вы увидели такую долгожданную серию. Уже очень давно не было про нашего корча серий. Поэтому у нас ещё одна даже серия есть, которая, ну, не знаю, попала, но в кадр не попала. Может быть, и попала. Но следующая серия будет тоже интересная. На этом всё. Подписываемся на канал, следим за проектом. Я надеюсь, что в этом году мы уже на этом автомобиле... В этом году, нам к весне уже нужно на этом автомобиле участвовать. Нам в апреле надо участвовать. Ну, так что будем ускоряться и будем делать. Всем пока. До новых встреч.